Русские новости 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 как руководство к действию, то также нет закона о Совете Безопасности. Он может не отвечать, например, на ваши письма, даже на депутатские запросы. А зачем? Структура этой как бы не существует. Тем не менее, из бюджета она финансируется. На каком основании? Без всяких оснований. И вот эти люди исполняют волю закулисных сил, которая воплощается в физиономии, в фигуре Путина, в фигуре разных политиков, которые представляют себя то партией власти, так называемой, то оппозицией. А мы проводим круглый стол. А что мы можем еще? Мы можем выйти на баррикады? Но мы бы, может быть, и вышли, если бы на баррикады готовы были пойти миллионы. Нас все время подталкивают, говорят, что вы ничего не делаете, все, вы только болтаете, хватит уже болтать. Ну, то есть, нас выталкивают на улицу, чтобы мы вышли на баррикады, все там 100-200 человек и все там погибли. Вот будет счастье вот этим, вот этих болтунов, которые пишут всякие комментарии, ничего вообще никогда не делая. Или, может быть, есть тоже мне такие пишут, что я еще там в 80-х годах, подожди, ну в 80-х годах это было очень давно, или в 90-х годах, это было давно. Что ты делаешь сейчас? Что ты делаешь в русском движении? Ты вообще на каком основании считаешь себя русским? Мама с папой родились русскими и тебя назначили русским. Что ты делаешь в русском движении? Если ты просто пишешь комментарии, ты не участвуешь в русском движении. Вот все русское движение скукожилось в очень небольшую группу и в регионах тоже очень небольшие, незначительные структуры. Там иногда просто по несколько человек. Мы не можем собрать многотысячный митинг, потому что вы, те, кто смотрит русские новости, просто трусы, вы не приходите на эти митинги. Ой, нам, что нам на митингах делать? Так вы, вам не хочется, чтобы мы говорили в эфире, например, русских новостей, или там писали какие-то статьи. Это слова, да? Мы выходим на митинг. Это уже действие, там символика, это политическое действие. Вы говорите, нет, это опять слова. Так что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы с оружием вышли? А вы-то выйдете? Ну, не надо врать самим себе. Это вранье все. Я считаю, что политика это во многом слова. И вопрос о том, какие слова оседают в головах, это и вопрос о власти. Пока русская идея не обосновалась в русских мозгах, мы будем рабами и действующей путинской группировки, группировки олигархии, которые отняли у нас, вот у нас с вами, если мы разговариваем, как практически один на один, один человек сидит у монитора и смотрит то, что говорю я. У вас вот лично, у вас украли родину, украли собственность, которая была нашей общей, украли свободу, украли право выбирать, избираться и быть избранным, украли народное представительство. У вас нет и не будет на этих выборах представительства в Государственной Думе. И даже среди тех, кто баллотируется, нет ваших представителей, нет ни единого человека, который представляет ваши интересы. Но есть за пределами выборов те, кто представляет русские интересы. Это те, кто входит В русское национальное движение Не просто самозванцами Мы русские националисты С какой же стати вы так это решили Хотя у вас там на теле нарисованы свастики И вы поклоняетесь Гитлеру как божеству Но какие это русские Какие это националисты Это просто такие исторические реконструкторы Которым почему-то очень нравится Гитлер Весь его режим Который прожил там с 1933 по 1945 год Вот и все Вся радость Он столько сделал Ничего он не сделал Он немцев просто погубил Они такие же несчастные как и русские Оккупированная нация на территории государства Которые находятся иностранные вооруженные силы И которые подчинены полностью Закулисной вот этой Неправильно называют там Американской, еврейской мафии Там уже нет никакой национальности Непривязки Нет никакому языку, никакой культуре Это самая настоящая чертовщина Вот не надо поклоняться чужим богам И вообще не богам Которых называют богами Кто Сталину, кто Гитлеру, кто Путину Вот те, кто создают себе кумиров Они на самом деле действуют на стороне сатаны Это сатанисты, самые настоящие И вот эти ложные боги, конечно, должны быть низвергнуты Но прежде всего в наших мозгах Если они остаются там То какой может быть государственный переворот Какой новый политический режим может быть? Может ли в этом случае быть русская власть? Не может Поэтому нужно словами пробиваться до душ людей Какие поступки могли бы быть, которые без слов То есть без какой-то идеологической, идейной, мировоззренческой подкладки? Да нет, таких не может быть поступков Если поступок не имеет под собой такой базы То он не имеет и никакой цены Он просто никому не нужен Поэтому надо проводить круглые столы И то, что Русский национальный фронт провел круглый стол Посвященный выборам Это очень важно Сейчас не могу дать ссылку на видеоматериал Он в ближайшее время появится Эту ссылку я в комментариях или в подписи к моему видеоматериалу укажу Круглый стол, прошедший 26-го числа, 26-го августа Очень важен тем, что на него пригласили все Участвующие в выборах политические партии Все До всех эти материалы Мы знаем наш материал Наши приглашения дошли Представители от некоторых партий позвонили От некоторых не позвонили Но не пришли Практически не пришел никто Из тех, кто участвует в выборах Пришли только три представителя партии зеленых И то они саму партию-то не представляют А выдвинулись от партии зеленых Шансов выиграть выборы у них ровно ноль Как и у самой партии зеленых Ну вот они пришли хотя бы Они высказали аргументы в пользу участия в выборах Мы, русский национальный фронт, пришли к выводу, что мы не можем участвовать в выборах Ни в каком виде Как избиратели мы не можем от этих выборов ничего получить Потому что наших на этих выборах нет И создать какой-то субъект, который выдвинулся бы на выборах Тоже мы не можем не в состоянии Это условия вот того полицейского режима, в котором мы живем Поэтому мы говорим, на выборы ходить нельзя Вне выборах участвовать нельзя Это не выборы Это не выборы Кто говорит, что надо хоть что-то сделать Вот в данном случае не надо ничего делать Надо бороться за то, чтобы выборы были А это не выборы Вообще не выборы Бывают там выборы организованы плохо, хорошо Это не выборы Это фальшивка, это обманы Кто в них участвует Обманывает себя, обманывает других Соучаствует в преступлении Это наша позиция Мы специально провели круглый стол Чтобы люди, которые считают, что надо участвовать в выборах Высказались бы Да, вот высказалась партия зеленых Пришел еще представитель от партии Великое Отечество Про путинская партия Не допущенная до выборов Ну, они тоже говорили Вот мы хоть что-то сделали Мы попробовали Они считают, что они входят в круг национал-патриотов Вот как-то чем-то с нами близки Ни в чем мы не близки Они, конечно, не национал-патриоты Ну, по крайней мере, они имели смелость У своего представителя прислать И он сказал На выборы надо идти А вы вот что сделали Что вы сделали Что вы сделали Это вопрос другой Отчитаемся в другой раз Спасибо, что пришли Хоть какие-то аргументы были высказаны И еще два убеленных сединой профессора Из разных мест Один физмат-наук, другой, кажется, историк Вот они тоже сказали Ну, надо хоть что-то делать Потому что если вы не приходите на выборы Тогда ваш голос попадает Вот тем партиям, которые теперь сидят в Государственной Думе Ну, вот эту арифметику мне пришлось опровергнуть Потому что если вы голосуете за партии Не прошедшие в Государственную Думу Или вообще не приходите на выборы То разницы для состава Государственной Думы нет Эти голоса все равно перераспределяются В пользу тех, кто прошел в Государственную Думу Вы своего представителя не получите Если будете голосовать за аутсайдеров Но зато сделайте явку А это самое главное В чем нас хотят убедить вот эти самозванцы Что якобы мы участвуем в выборах Мы проигрываем их Но тем не менее 10% голосов От числа всех избирателей Хватает для того, чтобы сформировать парламент И объявить его легитимным Это вранье Почему я говорю 10% Может быть кому-то непонятно Сколько человек проголосовало За каждую из партий Которая окажется в Думе Примерно от 10 до 15% 15% это уже потолок Это уже перебор У каждого из нас на выборах будет два голоса Один можно отдать за какую-либо партию Один можно отдать за какого-либо Кандидата в депутаты Выдвинутого по одномандатному округу Но все эти выдвиженцы Они все тоже Все тоже партийцы Все тоже будут поддерживаться Или поддерживаются какой-либо партией Либо они это скрывают Либо в конце концов Даже если они пройдут Государственную Думу Они присоединятся к какой-либо фракции Потому что иначе В Государственной Думе работать невозможно Все распределяются по фракциям По враждебным нам фракциям Те, кто не войдет во фракции Это будет ничтожное количество Все остальные будут во фракциях Уверяю вас Так вот На этом круглом столе Были высказаны такие Аргументы Очень слабые Зачем нам участвовать в выборах Я со своей стороны сказал Что технически все устроено так Чтобы у народа в целом не было народного представительства То есть парламент это фальшивка И сказал, что все участники выборов Не выдвигают русского вопроса Который является главным и ключевым Почему? Потому что организаторы этих выборов Стремятся к уничтожению русского народа Поэтому русский вопрос они не хотят возбуждать никак Это считают они экстремизмом И даже те, кто там выдвигает себя как патриоты Это не патриоты Они не поднимают русский вопрос И никогда не поднимали Вот все, кто прикасался к власти Скажем, вот Родина когда была еще в Государственной Думе Тогда русский вопрос еще как-то Мы пытались Небольшой круг Не все там во фракции Родина Были национал-патриотами Были там леваки Были скрытые либералы Была агентура Чуждая нам агентура нынешней власти Но все-таки национал-патриоты хоть как-то поднимали русский вопрос Сейчас ни один не поднимает вообще И даже вот та это ПВО Стариковская Они провели круглый стол Русский миллиард Ну такое глупое название Потому что до русского миллиарда шапкой не докинешь Но как только прозвучало слово русский Их тут же с выборов сняли И точно так же поступили, кстати, с партией дела Вроде как-то они готовились Там что-то сбивали Партия дела Мы сейчас выйдем там как партия предпринимателей Но против них возбудили уголовное дело Потому что у них в программе написано слово русский Раз написали слово русский Это прямо в этом деле было и написано Что раз слово русский применяется Это значит против всех других То есть если я называю себя русским Я себя противопоставляю всем другим В смысле это экстремизм Да, я себя противопоставляю всем другим Я принадлежу к русскому народу А к другим народам я не принадлежу Я ближе к тем людям, которые называют себя русскими По крайней мере, ищу в них понимание. И дальше от тех, кто объявляет, считает себя нерусскими. У нас значительно дальше вот эта дистанция понимания. Поэтому это норма. Это норма. Ближе быть к ближним и дальше от дальних. Так уж сложилось в истории, что народы существуют. Для этих людей, которые организуют выборы народов, существовать не должно. Поэтому само слово «русский» является маркером. Кто сказал «русский», тот должен быть уничтожен. Просто должен быть уничтожен. Чем и занимается этот полицейский режим. Каков акт недоверия этому режиму? Отказ участвовать во всех его мероприятиях. Отказ верить хоть единому слову тех, кто с этим режимом себя ассоциирует. И тогда надо отказываться от участия в том, что они называют выборами, но то, что выборами не является. Вот об этом мы говорили. Я надеюсь, что зрители «Русских новостей», когда я размещу ссылку, посмотрят. Конференция была удачной. Она была интересной. Там схлестнулись противоположные точки зрения. И интересно было наблюдать, какие аргументы высказываются, как они высказываются. Да и кем тоже. Многие из тех, кто свои аргументы высказывали, в какой-то мере раскрылись. Ну, с моей точки зрения, где-то позитивно, где-то негативно. Очень интересно было послушать Игоря Стрелкова, которого я впервые в таком составе разнородном вижу. Не просто какие-то единомышленники собираются и что-то там говорится. Или не только он от себя. А вот в составе некого коллектива. Какую позицию он занимает. Мне оказалась близка его позиция. И, собственно, она совпала с тем, что да нет для русских людей вопроса голосовать или не голосовать за парнас. Кто-то там появился, что-то там сказал. Ах, и все там, ой-ой-ой, давайте проголосуем за парнас. Может быть, они импичмент Путину объявят. Но не надо быть такими наивными. Никакого импичмента не будет, даже если вообще все русские проголосуют за парнас. Это будет импичмент русскому народу. Это импичмент будет русскому национальному движению. Нельзя голосовать за парнас. Нельзя. Это просто самое настоящее предательство. И уж участвовать вообще в делах парнаса, включаться в избирательный список – это предательство. Я еще раз это подчеркиваю. Предательство. А предатели – это хуже врагов. Хуже врагов. Потому что мы-то, может быть, на них рассчитывали, как на союзников или, по крайней мере, людей, которые нам не враждебны. А они оказались в стане врагов. Нельзя голосовать за парнаса, за Касьянова. Кто бы туда к ним в список не вошел и кому бы там не раздали бы эти бумажки помощника кандидата в депутаты. Это предательство. Еще раз. Я не желаю иметь дело ни с одним человеком, который пошел туда, в парнас, и что-то там получил. Он думает, ну вот давайте мы с этими чертями, но чего-то получим. Очень правильно Елена Рохлина сказала на круглом столе. Вы с чертями объединяетесь против чертей. Так значит, вы уже среди чертей. Тогда в чем смысл? Нет никакого смысла борьбы с теми чертями, которые сидят в Кремле, с помощью чертей, которые не сидят в Кремле. Они, если даже пройдет то, что вы замыслили, просто обменяются местами. Значит, вы сами черти. Вы сами черти. И кто поддержит парнас, ну считайте, что все, вы уже не просто вне русского движения. Вы уже не русский. Вы уже не Русь. Потому что это черная неблагодарность за тот дар, который вам предоставил Господь Бог. Вы родились русскими. А пошли к неруси. Пошли к врагам Отечества нашего. Прошли к врагам русского народа. И обманываете себя всякими уловками. Ну, может, политика такая. Мы не можем делать политику в белых перчатках. Это дело грязное. Но ради победы мы готовы на все. Да вы не ради победы. Вы ради своего гешефта мелкого. Потому что ничего другого вы не умеете делать. Поэтому вы продаете. Торгуете Родиной. Торгуете своим первородством. Принадлежностью к русскому народу. А теперь, ну так, россыпью некоторые другие новости, касающиеся выборов. Ну, просто мои наблюдения. Дебаты тут посмотрел одни. Что такое дебаты? Это три минуты каждому. По минуте вводное слово. Три минуты каждому. И по минуте заключительное слово. Это не дебаты. Это очень плохая реклама. Выходит представитель какой-нибудь партии. И если он хорошо подготовлен, то он с каменным лицом быстро отторабанит что-то там. Ну, все, что вот можно уложить в три минуты. Очень мало, что можно. Никакого разговора, дискуссии, спора не возникает. Возникает просто монолог. Вот несколько монологов. Это называется дебаты. Ну, просто это абсурд. Когда общество вроде бы выбирает путь. Должно было. Как должно быть. Выбирает путь. Значит, этому должны быть посвящены аналитические статьи. Какие-то дебаты, действительно споры на телевидении. В Нете. Я слышу, что телевидение государственное. Они говорят, ну, как бы всем одинаково. Организуйте тогда столкновение между партиями. Столкновение точек зрения. Сами партии, которые участвуют в выборах, им это не нужно. Вот мы их приглашаем к дискуссии, а им не нужно. Им не нужно, потому что у них все согласовано. Согласовано, что они будут говорить. Согласованы списки. Уверяю вас, все списки партий, допущенных до выборов, согласованы. Все без исключения. И кандидаты в депутаты по одномандатным округам тоже все согласованы. Не сомневайтесь в этом ни на единую секунду. Любой, кто имеет шансы на победу, согласовался в Кремле. Потому что они не хотят даже одной фигуры, которая будет им неудобна. Может быть, просочится. Я не исключаю, что кто-то, может быть, образуется. Но, уверяю вас, это все растворится в общем болоте, протухшем болоте так называемого парламентаризма. Так что нет дебатов. Нет дебатов. И нынешняя власть заинтересована в том, чтобы никто не говорил по существу. О государственных проблемах, о демографических проблемах, о перспективах, о стратегическом выборе. О коррупции, об олигархии. Об этом молчок. Никто не говорит. Заданы рамки определенные. То, что теперь называется видеороликами политическим, якобы это пропагандистский материал. Там нет пропагандистского материала. Маленькие партии заинтересованы в том, чтобы выиграл выборы по одномандатному округу лидер этого списка. Поэтому он использует партийную инфраструктуру и права, предоставленные партии, для того, чтобы посвятить своей физиономии. Вот это и делают, скажем, Явлинский, уже давно протухшее, сгнившее яблоко. Человек, который может говорить, но не может ни одной мысли сформулировать. Давно уже человек пропил свои мозги, не знаю. Может, это в юности произошло. Может быть, вот за эти годы из каких-то пыльных подвалов вылез Явлинский, что-то там говорит. Я слушаю, я поражаюсь. Вообще нет мысли. Вообще нет мысли. И ему предоставляют возможность вот несколько фраз сказать. Появляются другие физиономии, незнакомые. Какая-нибудь там партия роста, и там вылезает физиономия человека, которого никто не знает. Якобы он за предпринимателей. Ну, вон партия дела тоже за предпринимателей, а она на выборы не допущена. А это кто? Да, вот такой человек с небритым лицом, там что-то такое говорит. Или партия Родина, фальшивка, то, что я называю Нью Родина. И там вот Алексей Журавлев себя представляет. Я не знаю, видимо, действительно умерла профессия политолога, политтехнолога. Потому что ему бы могли подсказать, что вот с таким лицом нельзя выходить на выборы. Нельзя это лицо делать лицом партии. Ну, оно ужасно просто. Ужасно, риторика все. И речь-то не о чем вести. Ну, хорошо, тогда просто символы там. Зачем своим лицом светить? Ну, только задним. Нужно повысить узнаваемость в своем собственном округе. И там обыграть других кандидатов. Вот это является целью. Ну, коль скоро списки тех, кто пройдет Думу, согласованы. То Алексею Журавлеву нечего беспокоиться. Он пройдет Государственную Думу. И вот эта фальсифицированная Родина получит там представительство. Может быть, даже и список Родины пропустят. Я представляю себе, чтобы там, я не знаю сколько, 12-15 человек сейчас. Вот минимальная фракция, чтобы там образовалась. Но это у Родина. Это не ю Родина. Это не Родина. И они, конечно, фальсифицируют свою связь с предшествующей Родиной. Никакой связи нет. Алексей Журавлев не был политиком до того момента, как его не вставили в списки Единой России. И он стал единороссом в Государственной Думе. Целый сезон там пробыл. Пять лет. Чем он там занимался? Он там занимался русским вопросом? Ну, хоть раз он поднимал русский вопрос в парламенте. Или он обращался к русскому движению. Или ходил на митинги с русскими организациями. Партия Родина, может быть, своими флагами приходила на эти митинги, на шествия, на русский марш. Ничего этого не было. Не было ничего. Нет. Нет Родины, которая вот тогда была. Она была предана. В 2006 году ликвидирована. И еще фракция доживала. Еще год с небольшим, пока не закончились полномочия депутатов Государственной Думы. Да, вот, скорее всего, политтехнология уже и не нужна. Потому что зачем? Зачем тратиться на все это? Зачем профессионалов каких-то готовить, использовать, слушать и так далее? Когда все и так согласовано. Все и так согласовано. Состав Государственной Думы заведомо предопределен. Что еще вижу? По телевизору показывают, как благотворительствует Единая Россия и даже КПРФ. Чего не делают? Зюганов лично грузит коробки в грузовик для отправки гуманитарной помощи на Донбасс. Я спрашиваю, а деньги-то откуда? Откуда деньги у КПРФ? Они вроде должны выборами заниматься. Так они это и делают. Вот это они и считают, что они занимаются выборами. Они откуда-то взяли деньги, не знаю откуда. Вряд ли это оплачено из избирательного фонда, так чтобы набить несколько фур гуманитарной помощи и отправить на Донбасс. Да без ФСБ, без других спецслужб никто туда никакую гуманитарную помощь не пропустит. И деньги кто же даст коммунистам, чтобы они отрекламировали себя как помощники Донбасса? Да никто. Это кремлевская политтехнология. Когда нам морочат головы, вместо выборов показывают акты благотворительности. Вообще-то благотворительностью должны заниматься благотворительные организации, где нет политических столкновений. Этот вопрос вообще не обсуждается. Допущенная Кремлем реклама. Можно показывать, как мы помогаем людям. По детским садикам ходим, зайчиков раздаем или коробки с крупой грузим для отправки на Донбасс. Но это не имеет никакого отношения к выбору людей, которые придут голосовать. Потому что не за что голосовать. Что КПРФ, что Единая Россия, что вот эти мелкие партии. Нет абсолютно никакой разницы. Разница между ними только в мощности административного ресурса. А это определяет, сколько будет предоставлено возможности для агитации на телевидении. Сколько денег будет потрачено на всякие бумажки. И вот теперь о бумажках. То, что до меня доходит. Вот то я увидел тут около метро рекламу Николая Гончаравцев в центре Москвы. И вот якобы он будет представлять интересы граждан, которые проживают в центре Москвы. Это вечные депутаты. Понимаете, вечные депутаты. Гончар еще в советское время был представителем райсовета. И менял так. То он представитель райсовета, то он секретарь райкома партии. Вот он менял места. То есть он никогда не работал на каком-то производстве. Или никакой профессии, кроме как представительствовать, заседать в президиуме. Вот это для него было главное. Потом он стал, благодаря в том числе и той группе, в которую я входил, стал председателем Московского городского совета. Он просуществовал до 1993 года. Тогда Гончар сделал вид, что он вроде как ни при чем к этому перевороту, который устроил тогда Ельцин с расстрелом людей в центре Москвы, не причастен. Но он и не сопротивлялся этому перевороту. Депутаты тогда, вот я тоже был депутатом Моссовета, создали штаб противодействия антиконституционному перевороту, который совершил Ельцин. Потом эти люди были посажены в тюрьму, потом все были фактически лишены права на профессию. Я в том числе тоже был просто выброшен за шкирку. Ну, тогда был молодой, особенно на меня не обращали внимания. Просто выгнан из Моссовета без выходного пособия, без возможности устроиться на какую-то приличную работу. Ну, как-то выжил. И все остальные точно то же самое. Агончар в тот момент, в 1993 году стал депутатом и до сих пор остается депутатом. Вот в 1993 году он стал депутатом Совета Федерации, тогда еще избирался этот контингент ложных представителей. Вот тогда он оказался в Совете Федерации, а потом в Государственной Думе и продолжает оставаться в Государственной Думе до сих пор. Человек всю жизнь депутат. Ну, как такое может быть? Отойдите в сторону, немножко отдохните. Результаты-то просто кошмарные, кромешные, я бы сказал. Нет, человек продолжает сидеть. И откуда вот у него, скажем, депутат получает немаленькую зарплату, но откуда у него деньги, чтобы нанимать агитаторов, выставлять эти большие плакаты со своей собственной физиономией, которая так сильно приукрашена по отношению к оригиналу. Откуда эти деньги? Эти деньги от Единой России. Человек, можно сказать, всю жизнь служил для того, чтобы обманывать людей, состоять обязательно в партии власти, даже если он не всегда афишировал свою принадлежность. Вот в том составе Государственной Думи, в котором я был, Гончар всегда как бы обособленно от Единой России сидел, а потом вдруг оказался в списках Единой России, и даже возглавил комиссию по контролю за выборами. Вот якобы она занималась тем, чтобы на выборах не было больших нарушений, вот в период, пока Гончар возглавлял эту комиссию. Ну, нарушения были просто аховые. А давайте в комиссию, в Гончару туда, идите там и разбирайтесь. Ну, какой смысл разбираться, если это та же самая Единая Россия, которая нарушения делает. Ну, и так вот случайно мне тут принесли газетку. Газета ничего не стоит, не стоит даже о ней упоминать. И материалка, это викенд что ли, газетка такая, ни о чем такие газеты. Ну, я так сразу выбрасываю, как только вижу. Газета похожа на рекламную, всякие картиночки. Ну, ба, тут смотрю, москвичам обещают подарить большой зеленый пояс. И тут физиономия Гончара, он тут выступает, Петр Толстой и Николай Гончар выступили с экологической инициативой. И Единая Россия просит экологов и простых жителей старинцы подсказать, какие территории нуждаются в защите. То есть люди сидели в Государственной Думе, на государственных должностях и до сих пор не знают. Они поднимают вопрос, в котором они вообще некомпетентны, абсолютно. То есть они у вас, у избирателей спрашивают, а где проблемные территории? Так если вы занимались этим вопросом, вы должны уже это давно знать и вопросы в период выборов задавать. Это что значит? Это значит, что вот эта публикация, она небольшая, небольшая, тут особенно смотреть не на что, опубликована без оплаты из избирательного фонда. Это прямое нарушение. То есть все деньги должны быть легальны. Вот если бы, скажем, я бы пошел на выборы и опубликовал бы такую статью, против меня тут же возбудили бы иск и меня бы сняли бы с выборов, можно сказать, в одночасье, в однокасании. А Гончару можно, Гончару, Единороссом можно. Ну вот тут случайно я получил агитационные материалы Мартина Шакума. Вот он такой тут гладенький, вот таким он и 20 лет назад не был. Вот когда я с ним познакомился в Государственной Думе, такое мельком было знакомство, оно ничем не продолжилось, один раз там, можно сказать, мы раскланились, поздоровались. Вот все, что выпускает кандидат от Единой России. Он ни на что не отвечает, ни на один животрепещущий вопрос. Единый день голосования, галочку поставьте за Мартина Шакума, пять вопросов вашему депутату. Он уже, хотя его полномочия заканчиваются, он формально все еще депутат, вот ему вопрос. Не кандидату, а депутату. Единая Россия, все как положено. Фальшивая фотография, естественно, приукрашенная, то есть агитация, но товар совершенно не тот, который представляется. Пять вопросов, которые не имеют никакого отношения ни к исполнению своих обязательств запреживания. Человек с 17 лет в Госдуме сидит. И все от Красногорского района, города Подмосковья. Выдвигается, избирается и гордится этим. Вот единственное, чем он гордится. Вот какими своими достижениями вы гордитесь больше всего. За 17 лет работы в Госдуме я приобрел такую правовую подготовку, что уже очень многие нормы закона знаю наизусть, понимаю, как новые нормы отразятся на людях. Я являюсь одним из лидеров по количеству внесенных и принятых законов. Все они направлены на повышение качества жизни людей. За 17 лет, если бы это было правдой, мы бы жили бы, наверное, в другой стране. Если бы он, к тому же, еще и рекордсмен. А все не спровергает и опровергает следующий ответ. Кто или что вдохновляет вас на работу? Меня вдохновляет и наша эффективная внешняя политика, ну, кто же не похвалит, и деятельность нашего президента Владимира Путина, у которого я стараюсь постоянно учиться. Нашел себе учитель. Вот и все. Вот и все. Все законы, которые Мартин Шакум предлагает Государственной Думе, не просто не стоят выеденного яйца, они вредны для страны. И сам этот кандидат, который снова в Подмосковье выдвигается от Единой России, он думает, что вот этого вам достаточно. Нате вам, подавитесь. Брошюрка из трех страниц, из четырех страниц, и все, больше вам ничего не надо? Нет, все-таки из четырех, да, из четырех страниц. И вот еще Мартин Шакум. Что вам необходимо знать о ЖКХ? Ну, не он это писал. Фотографии, это не его. Это фотографии его 20-летней давности. Сейчас он, скажем так, уже старик. Уже старик. Вот тоже такие фотографии. Причем здесь ЖКХ и портреты, которые разбросаны по тексту. Вот вам еще тут портрет, пожалуйста. То есть такая методичка. Методичка больше 70 страниц. Еще с местом для заметок. То есть, чтобы вы пользовались этой... Ну, это же абсурд. Это же абсурд. То есть, инструкция по тому, как вообще выжить в этой системе, хотя бы по поводу ЖКХ, это 70 страниц текста. То есть, то, что должно занимать у человека вообще несколько секунд в течение месяца, чтобы оплатить те небольшие расходы, которые необходимы из семейного бюджета для покрытия коммунальных платежей, оказывается, нет, этого недостаточно. Вы должны буквально изучать. Читайте Мартина Шакума, как надо заниматься ЖКХ, что надо делать. Ну, кругом просто полный абсурд. Это тоже опровержение всех его слов. Вот он был инициатором принятия таких законов, что человеку, чтобы выжить, надо не просто оплачивать коммунальные платежи, а нужно изучать, как это делать, как бороться вообще с системой ЖКХ, которая держит нас за горло. Вот цена деятельности этих так называемых кандидатов в депутаты. И с этого я делаю вывод, что бессмысленно ходить на выборы. Что за Шакума, что за Гончара, вообще за любого кандидата. Даже если он говорит что-то хорошо, он говорит хорошо. Ну и что из этого? Он правильно говорит. Что из этого? Он до выборов правильное что-то говорил. У него есть чем отчитаться за свою жизнь. Что он сделал за свою жизнь? Кем он работал? Какие у него достижения? Почему он считает, этот кандидат, одномандатник или партийный список, что что-то они сделают в Государственной Думе полезным? Какие проекты? Что вы собираетесь делать? Мы против нелегальной миграции, говорит Алексей Журавлев от имени Партия Родина. Экая новость. Так и у нас и государственная власть против нелегальной миграции. А мы, русские люди в русском движении, мы против и легальной миграции. Если она происходит из тех территорий, где проживают народы, далекие от нас и по менталитету, и по культурному, и историческому опыту. Мы против нелегальной миграции. Эко не видали. Вы что, проект вносили? Вы же там были, Алексей Александрович, в Государственной Думе. Вы проект вносили, который изменяет миграционную политику? Она требует кардинального изменения? Нет, не вносили. Так что вы сейчас? Мы против нелегальной миграции. И что из этого, и что должны избиратели из этого примыслить себе? Пойти голосовать за Нью-Родину? Это смешно. Я всем говорю, ни в коем случае, ни в коем случае. Там уж точно ошибки нет. Там все выверены по спискам. И одномандатники кто от партии Родина. А вся эта структура, это просто коммерческое предприятие, которое главной задачей ставит провести одного своего депутата в Государственной Думе, самого Алексея Журавлева. И он присоединится к Единая Россия, не сомневаясь. Ну, пять лет человек в Единой России. Вера и правда служил этому режиму и будет служить дальше. А вернувшись к Шакуму, я сообщу, что тем агитаторам, которые вот эти брошюрки разносят, вы наверняка этого не знаете, обещано за каждые 60 голосов 25 тысяч. 60 голосов и больше. 60 и больше. То есть минимум это 60 голосов. То есть вы по своему избирательному участку бегаете, вам надо собрать 60 голосов. И за это получите 25 тысяч. Я спрашиваю, а сколько это будет, если на весь избирательный штаб, на выпуск всех этих брошюр, сколько? Это несколько миллионов рублей. Это ресурсы, которыми нормальный человек обладать в нынешних условиях не может. И эти деньги могут быть только украдены. Вот на украденные у вас деньги, вас же и охмуряют. Это система путинских выборов. Для нас она абсолютно неприемлема. И свой голос вы ни в коем случае не сохраните, если пойдете на выборы. Если вы скажете себе, я в этом не участвую, это их выборы, я не голосовал, я против этой системы. Тогда да, тогда вы сохраните свою честь и свое достоинство. Если вы пойдете на выборы, за кого бы вы ни проголосовали, вы всегда отдадите свой голос врагам нашего Отечества. Тем партиям, которые пройдут по воле Кремля, кремлевских политтехнологов в Государственную Думу. Тем негодяям, которые будут продолжать принимать такие законы, чтобы в системе ЖКХ вас держали за горло, чтобы никогда не было достойных выборов, никогда не было русского представительства, никогда не было русской власти. То есть вы проголосуете в любом случае, если вы пошли на выборы, ваш голос достанется врагу русского народа. Всегда исключений быть не может. И посмотрим, сразу после выборов, найдется ли хоть один человек, который поднимет русский вопрос. Вот он не мог на выборах, его стесняли, вот ему лишь бы было просочиться, а теперь вот он поднимет флаг. Уверяю вас, не будет ни одного. Если я ошибаюсь, я об этом расскажу. И этот человек, ну как бы вот посмотрим, что будет он из себя представлять. Может быть очередная фальшивка, но нам же. Вот многие не понимают, и я тоже очень долго не понимал, что в общественную структуру закладывают агентов глубокого залегания. Они потом выползают, их содержат, их содержат так, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Иногда им создают какой-нибудь институтик, им предоставляют машину, помещение. Они получают возможность выхода на телевизионный эфир или их раскручивают в интернете, а это тоже определенные деньги. И все возможные идеологические доктрины, все уже помечены определенными людьми. И если что, если как-то качнуться настроение, обязательно есть такой предатель, который поведет за собой. Вроде он правильно говорил, все время правильно говорил, смотрите. И этот баран поведет опять все стадо в пропасть, или на скотобойню, если точнее. Все заполнено этими людьми. Я их уже вижу, некоторых знаю по именам. И сейчас вполне возможно, что такого барана уже подготовили, его оформили. У него там на рогах черно-желто-белая ленточка, и все думают, это наш, это наш. И хоть бы он в думу попал. Вот он попал в думу, он вокруг себя начинает объединить. А потом оказывается, что все это ложь, все это вранье. Вот это самое страшное, что будет. Поэтому тоже нельзя ходить на выборы, потому что нам могут еще и козла подсунуть. Это самое опасное. В очередной раз власть может переобуться, объявить себя патриотической, даже русской. И даже от слов Российской Федерации может отказаться. Но делать будет все то же самое, лишь бы олигархическую власть сохранить. Они в какой-то момент уступят. Когда-то они слово русский начнут допускать в своей риторике. Как Путин, вот он был какой-то небольшой период, он сказал русский мир, себя там во время переписи, в него спросили национальную принадлежность, он сказал русский. Больше он про себя никогда не говорил. Но слово русский стало иногда так позвякивать. Потом это все ушло, потому что это концепция русского мира. Это так, на время, это вот на период острой ситуации, острого противостояния с карательными силами Порошенко. Вот может быть для этого было сделано, чтобы так возбудить такой русский патриотизм. Не вообще патриотизм, а именно русский патриотизм. Вот возбудили, отправили туда пушечное мясо русских патриотов. Их там постреляли, побили, искалеченные вернулись. Против кого-то там уже уголовное дело завели, потому что это все незаконно. Ну вот спровоцировали. Так вот для этого нужно было. Вот такие политтехнологи, в смысле негодяи, они конечно в Кремле нужны, они там приняты. Но там уже не беспокойтесь, вот те, кто хочет родину продать, уже все места заняты, там уже есть кому продавать родину. Поэтому вам только на четвереньках ползайте, вокруг на четвереньках, тогда может быть вас заметят, может быть вам дадут место младшего клерка вот в том деле, в том гнусном деле, которым занимается администрация президента, да и сам президент, ну как лидер всей этой компашки. И в завершение хочу сказать, что я не ищу популярности в своих русских новостях, которые я выпускаю. Я ищу соратников по общему делу. Если некоторые люди думают, что я вот заискивать буду перед ними, буду искать их понимание, их согласие, и буду читать их безумные материалы, они глубоко ошибаются. Я вот дураков и людей, которые явно не в себе, просто убираю. Иногда даю шанс, ну им никогда не пользуются, шанс одуматься, вот как-то вступаю в диалог, вижу какой-то мерзкий комментарий, ну может что-то там такое, может быть, меня напоминает, что человек еще может как-то для нормальной жизни возродиться. Я тогда пишу комментарий, но практически не было случая, когда человек от своих бредней или от своей подлости отказался бы. Он наоборот ее обычно в следующем комментарии усугубляет, и я с ним прощаюсь. Поэтому, когда я вижу комментарии заведомых негодяев, кого я вот по комментарию вижу, что такой комментарий может написать только негодяй. Если бы он встретился со мной лицом к лицу, он, наверное, бы тех слов, которые написал, писать бы не стал, и как-то в более вежливой форме попытался бы достичь взаимопонимания. Но это оборотная сторона, есть негативная сторона, а это оборотная сторона. В комментариях сразу видно, вот человек раскрывается, он, поскольку нет визуального контакта, он полностью выворачивает свою душу, и вот вся эта гниль вываливается в виде комментарий. И это очень удобно. Я сразу забаниваю этого человека, и больше о нем никогда не вспоминаю. Мне такие люди, ни как зрители русских новостей, ни как вообще знакомые, как друзья по переписке, не нужны. Не нужны. Мне нужны только соратники в нашем общем деле. К сожалению, их очень мало. Очень мало. И через интернет приходят какие-то единицы. Единицы там за год несколько человек. Те, кто надежно соратник не просто объявил себя и спросил, а что нужно делать, а кто действительно приступил к какой-то деятельности. Но все-таки они появляются. Все-таки они появляются и с огромной аудиторией, которая вообще ничем не интересуется, отсеивают с тех, кто хотя бы смотрит русские новости. И из них еще просто вот соль соли земли, незначительный очень контингент, тех, кто начинает что-то делать. И я надеюсь, что дальше все-таки у нас расширение круга настоящих русских националистов будет происходить. Вопреки всему тому, что делает власть и ее вот эти бараны, которые нас хотят превратить в стадо и всех погубить. Желаю всем на этих выборах ни в коем случае не голосовать за врагов нашего Отечества и нашего народа. Таковыми являются все без исключения, кто вольно, кто невольно. Ну кто невольно, тот как-то еще может быть извинен. Или кто там не соображает, не понимает, что нельзя в выборах участвовать, он еще как-то может быть извинен. Но мы заведомо не знаем, осведомлен человек или нет. Поэтому для нас, для русских людей правило, если на выборах нет наших, значит мы на них не идем. На этих выборах наших нет ни одной партии, ни одного известного нам кандидата в депутаты, который был бы заведомо наш, который был бы включен в русское движение и известен нам как деятеля русского движения. Нету. Если есть, напишите мне, я извинюсь перед этим человеком и скажу, вот, есть хотя бы один человек, за которого стоит проголосовать, потому что он такой-то, такой-то и такой-то. Я не знаю ни одного, хотя в русском движении я себя числю с 92-го года, это уже очень много лет, это без малого четверть века. Я в русском движении, но не знаю людей, за которых сегодня можно было бы проголосовать. Партии заведомо все враждебные для нас, людей не знаю. Вы знаете, расскажите. И я тоже расскажу, обещаю, что в русских новостях расскажу. А пока, на сегодняшний момент, ну, если они не успели, то опоздали, если до выборов не успеют мне сообщить, что вот за них, за кого-то можно проголосовать, на данный момент голосовать не за кого. И русская позиция должна быть такая. Мы за бойкот не выборов. Потому что то, с чем мы сталкиваемся, это не выборы, это обман и это звено в цепи преступлений, которые совершает ныне действующий режим. Соучаствовать в этих преступлениях нельзя, невозможно для русского человека, без того, чтобы не превратиться в вырусней, без того, чтобы не придать интересы русского народа. Слава России! Мы встретимся на русских выборах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!